как вы уже поняли это герои нашего сегодняшнего ролика юля расскажи что у тебя в твоем парфюмерном шкафу такая красоточка одна из моих новинок получила в подарок это такие подарки которые вы просто мечтаете получить потому что ну потому что они просто потрясающие они будут дарить вам море эмоции которые вы будете в которых вы будете все время плавать расскажу сейчас об аромате который звучит следующим образом good sage and sea salt джо малон колон вообще давайте чуть-чуть шаг назад о том что такое джо малон и откуда он вообще появился я не буду рассказывать огромную историю этот ролик все-таки не об этом но сам по себе вообще бренд джо малон он начинался с того что это все про смешивание то есть ароматы изначально задумывались как наслоение 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 я сама тоже не сразу об этом узнала но нашем сознании все равно есть потребность использовать только один парфюм всегда на всю жизнь там и в течение года и этой не свежая информация естественно но с того момента естественно джо малон начинает создавать ароматы уже конкретно с каким-то конкретным наименованием и чтобы они могли бы быть совершенно самостоятельным вот это вот маленькая маленький брелок это подарок от бренда который фактически надевается на флакончик у можете его снять можете оставить ну такой приятный маленький элемент мне очень нравится это как у мантали небольшой такой звон и вы когда берете уже утром сразу получаете такой заряд и предвкушаете что сейчас вот этот аромат он будет на вас давайте я сейчас немножко нанесу и отвлекусь опять слегка расскажу про создателя аромат раз потрясающие сейчас немножечко еще сохраню интригу но можно я когда первый раз услышала услышал его от своей коллеги много лет назад еще когда работала в другой компании и мне прямо действительно к ней пристала говорю ну скажи пожалуйста что это нагаду джо малон посмотри у нее был маленький флакончик и я просто влюбилась в этот аромат не покупала потому что она им пользовалась не хотела пересекаться но спустя годы получила его в подарок так вот этот аромат создала кристина ги на джель на гель на джель она работает в концерне ирмес и как вы можете понимать она создала очень много ароматов для ирмес это одна из известных линей корме сенс легкие ароматы которые тоже призваны насла наслаиваться друг на друга призваны это голуб очень известный продукт он не совсем масс-маркет направление он довольно тяжелый женский аромат с ароматным таким с нотами кожи у меня тоже такой есть но это немного наверное другая история расскажу про него попозже это твили такой маленький флакончик шляпкой это тердер мес но тердер мес именно с ветивером также она создавала по-моему она работала с практически со всеми известными брендами брендовыми домами но скажем из известных вот например дочь и габбана the one она создала она создала джорджи армане си нарцисс родригес черный и такой нежно-бежево-бежево-розовый но не розовый яркий такой бежево-розовый по-моему что-то наставала для лоли карте blue marine боже мой она работала с огромным количеством брендов поэтому сейчас наверное я не буду перечислять но одним словом это очень именитый парфюмер и она конечно она легенда в некотором смысле вот сейчас она еще также создает огромное количество он создавала огромное количество и для джо малон если вы откроете на фрагрантике список ее трудов вы увидите что там десятки и сотни ароматов которые фактически раз или два вам обязательно встречались когда создали этот прекрасный фужер 2014 год это в принципе почему я назвала фужер фужерная группа аромат очень легкий у него задумка такая что при нанесении как говорил автор вы чувствуете свободу вы чувствуете легкость вы приближаетесь к природе я и чувствуете такое единение фактически постоянно ощущаете некое погружение в атмосферу где со морская соль вас воздух соленые с ароматом с нотками соли мокрой гальки воды все это в окружении природы она вас просто поглощает и вы чувствуете некую свободу легкость и в то же самое время силу и вот в этом в этом во всем вам помогает укрепиться в этом мнение этот аромат еще раз нанесу себе его потому что просто невыносимо сидеть и не отдыхать этот прекрасный шедевр ну что здесь но это просто потрясающе морская соль говорят что тут есть еще немножко нотка шалфея амбретто я никогда не не слышала что такое амбретто но возможно поверим нашим специалистам красные водоросли грейпфрут это аромат который вы знаете вот видите я я сижу и мне не хочется его вдыхать мне хочется все время попробовать его он очень нежный он очень женственный он потрясающе легкий он подойдет вам в офис он подойдет вам на день на зиму на осень на лето вы можете смело и марошаться и не забывайте наносить крем тогда он будет держаться на вас дольше желательно каш на крем этого бренда кстати выпускалась линейка скорее с кремовыми композициями это потрясающе не какой-то легкий цветочный аромат это какая-то маленькая маленькая долька ванильки очень легкий аромат сладости даже некой медовости но такая выветренная очень выветренная медовость это потрясающе я вам очень рекомендую попробовать аромат я знаю что он мега популярен вы можете зайти на фрагрантику почитать огромное количество отзывов положительных там есть и вот отзывы отрицательны что он не держится надо думал он не самый крепкий бренд в плане того чтобы держаться на коже но не забывайте пользоваться кремом и наносить аромат поверх крема желательно без аромата крем или вот крем из этой линейки но он потрясающий он легкий цветочные сладкий соленый слегка слегка свежий и он потрясающе благородный это аромат благородство с этим ароматом хочется одеть что-то очень не тяжелое но в то же самое время очень элегантная оля линейка бизнес-кэжу и это будет просто потрясающе подчеркивать вашу внешность могу сказать что с ним очень классно работает он не отвлекает он стимулирует вы чувствуете себя все время в приподнятом настроении особенно это важно в нашем климате где солнце практически не бывает и вот этот сам по себе флакон он такой легкий невесомый у него такая красивая такие красивые грани прозрачная бутылка бутылочка он чем-то похож по концепции на шанель тоже такие вот прямые прямой образ металлическая крышечка если принципе рассматривать сам по себе флакон здесь ничего особенного не могу выделить то есть здесь просто наклейка и прозрачный флакон донышко с партией стеклянный колпачок ну то есть стандартно черный черный распылитель на оборотной стороне этикетка с информацией с информацией о продукте в целом ничего особенного отметить не могу здесь даже нет каких-то особых черт которые есть там например у килиона наверху крышечки или там наверху колпачка внутри колпачка здесь очень сдержанно но и самый аромат сам по себе аромат очень сдержанный но это что-то невероятное вот пошла кислинка маленькая да чуть позже открывается маленькая кислинка это потрясающе кристина на гель на джель вы просто вопрос просто талантище вы создали такой парфюм который думаю не уйдет еще минимум десятилетия мы будем пользоваться им и с детьми и будучи наверное бабушками это потрясающе кстати очень здорово подойдет я думаю к отпуску тоже потому что он очень легкий он очень игривый и он потрясающе лежит вокруг вашего тела он его можно назвать некотором смысле ароматом не с очень большим шлейфом но я сама лично могу подтвердить что шлейф у него потрясающий потому что и за вами будут периодически прибегать спрашивать у тебя потрясающий парфюм и так нежно и красиво пахнет что это либо вы будете постоянно вокруг себя ощущать эту теплую легкую ауру такую дымку нежного слегка кисленького кисло сладкого аромата который фактически будет вас постоянно бодрить вы будете будете фактически чувствовать ощущение ощущать ощущать у вас будет такое чувство как будто вы только что сделали такую утреннюю пробежку и вас так прилив энергии вы готовы сварить себе кофе сделать себе чай приготовить завтрак любимым любимой семье вы готовы нанести макияж и одеть красивую красивое платье ну это потрясающе это потрясающе всем рекомендую попробовать аромат очень достойный несмотря на то что создан очень много лет назад как я сказала 2014 год за эти годы ничего не поменялось такие шедевры пока никто красивый не изобрел и наверное его можно назвать уникальным в своем роде кстати попробуйте сочетать его с молекулами попробуйте сочетать его с немного удобными ароматами попробуйте его накладывать на сладкие ароматы одним словом экспериментируйте помимо просто самостоятельной уникальности и нежности его можно накладывать на какие-то другие ароматы в которых вам не хватает вот этого изящества легкости маленькой кислинки и легкой сладости да и на сладкое он ляжет вот этой легкостью и кислинкой а на какой-то утон ляжет как раз вот этим вот этой сладостью с небольшим цитрусом это будет я думаю очень вкусно попробуйте поэкспериментируйте и возможно в вашем парфюмерном шкафу тоже появится вот такая красотка которой вы будете гордиться сегодня у меня наверное все я не буду грузить вас деталями следующий раз расскажу о чем-то еще из своего парфюмерного шкафа пока